Телеканал КРТ представляет Когда людей классифицировать и отнести к какому-то классу и типу животных, то мы относимся к животным, которые называются гоминиды, то есть человекообразные. И это не является оскорблением, а как бы является почетным титулом личностей, которые в камуфляже нападают на каменные памятники, особенно тех лиц, которые строили это государство и защищали его в том числе от немецко-фашистских захватчиков, которые пришли уничтожать людей. С палками, воплями и гыканем. Это очень важно. И камнями обязательно, поскольку их мозг этих гоминидов сформировался примерно полмиллиона лет назад, в то время, когда главным орудием был булыжник и палка, а также крик «Слава мамонту». И с тех пор мозг никак не эволюционировал, а только заменились понятийные моменты. Итак, мы помним, что примерно год назад, когда уже наш верховный главнокомандующий Владимир Зеленский стал президентом, вернее, Зеленский стал президентом, и он же по должности главнокомандующий. Кроме того, согласно нашей Конституции, у нас есть лицо, персонально отвечающее за Конституцию. То есть некий смотрящий элемент Конституции – это президент, потому что он является ее гарантом. И пришла новость из Одессы, жемчужиной у моря, которая дал самое большое количество голосов за Владимира Зеленского, что группа гоминидов атаковала барельеф, маршалу и герою Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Новость, которую дал «Пятый канал», что появились неизвестные патриоты, как обычно, с кувалдами, лестницами, и начали самовольно уничтожать барельеф, который размещен на Одесском облвоенкомате. Когда туда приехали полицаи имени Авакова, им были предъявлены этим полицаям по сообщению Пятого же канала определенные документы, которые разрешали демонтаж барельефу Жукову. Эти документы были, согласно информации Пятого канала, выданы непосредственно самим военным комиссариатам. На тот момент они еще так назывались – военные комиссариаты. И активисты эти были привлечены к демонтажу. Поэтому полиция… Можливо, им даже с бюджета, если смотреться логику этой новины, им с бюджета за демонтаж, какие-то гроши выплачивали или как. У нас, в принципе, если брать гуменидов и других представителей этого вида, им обычно просто платят гроши. Без грошей они обычно не бегают. Как вы считаете, все-таки там была еще коммерциейная складова цего вопроса? Ну, ясное дело, что они любят Украину только за деньги. Если бы не доплаты в конвертах, то никто бы так Украину сильно не любил. И любят они ее всегда подальше от фронта и подальше от Крыма. И предпочитают воевать не в партизанских крымских отрядах, а попивая, не попивая, а спивая. Там вот эта лента за лентой, где-то сидя на горе и Петре. А вот подальше в Одессе под охраной аваковских, ну, соколами их нельзя назвать, аваковских куропаток. Поскольку прибыли, это тоже птица порядочная, прибыли аваковские куропатки и говорят, мол, ребята, что вы тут молотками посреди Одессы? Так люди начали же возмущаться, потому что все-таки маршал Жуков, который в том числе уничтожил преступность послевоенную в городе Одессе, который контролировал восстановление Одессы, является героем для большинства жителей Одессы, как бы мы, ну, допустим, исторически не оценивали ту или иную персоналию. Поэтому аваковские куропатки это дело охраняли и на возмущение людей они спросили товарищей, как они говорят, активисты, можно к вам обратиться? Разрешите, пожалуйста, не бейте нас, не бейте нас топором, ножом, то есть, извините, мы, ну, должны к вам обратиться. И активисты им так в морду раз и разрешение кидают. Ну, и полицаи говорят, ну, они показали нам разрешение, и там главный их гоминид, предводитель, как бы их альфа-дог, альфа-собак главный, и там самый волосатый, и самый щиро размавляющий, говорит, закон про декоммунизацию, закон обратного действия не имеет, улицу переименовали, барельеф надо снести. Причем тут закон обратного действия не умеет? Ну, видно, этот молодой человек услышал непонятное слово, непонятную формулировку, не зная его значения. Ну, согласно украинского законодательства, ты не имеешь права просто так, какой бы закон ни был принят, прийти что-то громить, сносить без разрешительных документов. Кроме того, это же фактически работы по демонтажу, поэтому активисты в силу специфики умственных способностей должны пройти инструктаж по технике безопасности. Потому что, если бы барельеф маршала Жукова упал бы на голову какому-то, ну, на голову не, он бы его не повредил, на ногу, допустим, упал бы на ногу какому-то гоминиду, он бы получил инвалидность, прискакал бы Лизаблюд Герасченко, сказал, что это с той стороны Путин толкнул Жукова, чтобы повредить ногу нашему гоминиду, мы сейчас ему даем героя Украины, медаль за отвагу и из бюджета платим ему теперь пожизненную пенсию.